Они и спортом занимаются, и одежду шьют, и поют, и танцуют, и концерты устраивают. Благодаря губернаторской программе «Активное долголетие» жители пенсионного возраста ведут насыщенную и интересную жизнь. Своими впечатлениями они поделились с главой округа в теплой обстановке за чашкой чая. Мы эту работу планируем дальше продолжать, развивать, увеличивать также и программы, и количество мероприятий. Для чего мы проводим такие встречи, чтобы нигде не ошибиться и делать ровно то, что вам будет интересно. На территории нашего округа в клубе уже около 12 тысяч участников. Количество и разнообразие активности для долголетов постоянно увеличивается. Порой они удивляют своей экстремальной направленностью. Из нестандартных, скажем так, наших активностей – это действительно САП. И еще мы повторим веревочный парк уже, предложим нашим жителям, и Звенигород пригласим. Участники встречи предложили организовать клуб «Что, где, когда», занятия на льду и побольше тренировок по плаванию. Сейчас для них разрабатывают новые экскурсионные маршруты, которые пользуются большой популярностью. А еще Андрей Иванов поставил задачу выделить долголетом собственное помещение и обеспечить необходимыми материалами для пошива одежды. Ее они отправляют в зону СВО. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».